В Кремле Ангела Меркель и Владимир Путин проговорили чуть более трех с половиной часов. Одна из главных тем переговоров — «Северный поток-2». Это вторая нитка газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его строительство в конце декабря было заморожено из-за санкций, введенных в США. Меркель заявила, что не согласна с принципом экстерриториальных санкций. Германия поддержит возобновление строительства. Это прежде всего экономический проект, и поэтому мы считаем его правильным. Компании-участницы взяли на себя обязательства, и я думаю, что несмотря на санкции США, «Северный поток-2» должен быть завершен. По Ливии Меркель предлагает провести в Берлине международную конференцию. Путин поддерживает. При этом немецкие журналисты спрашивают у российского президента, есть ли в Ливии российские военные. Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства, и денег от российского государства не получают. Вообще в зоне конфликта много всяких наемников. По данным американского журнала Foreign Policy, с сентября прошлого года на стороне маршала Хафтера и правительства национальной армии в Ливии воюют наемники частной военной компании «Вагнера», которую связывают с близким к Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Кроме Ближнего Востока, Путин и Меркель обсуждали в Москве ситуацию на востоке Украины в продолжении декабрьской встречи в нормандском формате в Париже. Путин снова подчеркивает, Россия продолжает настаивать на изменения в Конституцию Украины, которые закрепили бы за Донбассом особый статус. Алексей Александров, Игорь Дорошенко. Настоящее время. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok